Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Наташа. Сегодняшнее видео будет посвящено вот этому макияжу, который у меня сейчас на лице. И сделан он практически на 100% теми продуктами, которые являются новинками в моей косметичке. Совсем-совсем новенькие, свеженькие. Если вам интересна такая тема, то, конечно же, продолжайте смотреть. Итак, давайте приступим к макияжу. Как вы видите, что я уже без макияжа и ожидаю, когда же начну все делать. Первым делом на лицо нанесу виноградную воду от Кадали, чтобы немножко увлажнить лицо. И поскольку на улице у нас наконец-таки наступило лето и стало жарко, то такое увлажнение, в принципе, чувствую, есть в нем необходимость. Я начну с глаз, как я обычно это делаю, и потом уже будет макияж лица. Это не новинка у меня, Paint Pot от Painterly. Моя база. Видите, тут какая уже дырочка. И я пользуюсь на регулярной основе и, в принципе, полностью устраивает. Есть, конечно, тени, которые могут, которым нужно что-то держащее их, или не знаю, как это сказать. То есть, есть тени, которые, конечно же, чуть-чуть у меня скатывались после долгого. То есть, если мы говорим о том, что у меня самые жирные ветки из тех, которые я знаю, и о периоде несколько часов держат как убитые. Но о периоде 10 часов и более могут скататься. И что сегодня используем на глаза? На глаза будем использовать вот такую палетку от Too Faced Sweet Peach. И с ней я еще не делала для вас макияж, поэтому буду что-то пробовать. И, честно говоря, эту палетку я не сильно люблю. Сейчас буду экспериментировать практически перед вами, потому что не часто ею пользуюсь. И начнем мы, наверное, с каких-нибудь коричневых оттенков. Ну, вот, например, вот такой какой-нибудь я просто нанесу в качестве растушевочного. Ой, вот это сюрприз. Ляпнуло так, ляпнуло. Сейчас посмотрим, проверим заодно, как тушуются тени. Такое я не ожидала и пятно поставила. Но, в принципе, оно растушевалось. Будем стряхивать. Вообще тут для меня не хватает цвета какого-то такого светло-коричневого, как есть в шоколадной палетке. Вот этот цвет не совсем мой, но такой чуть какой-то с оранжевостью, с рыжинкой. Вообще, еще хочу сказать, что палетка пахнет персиком. На самом деле, я не знаю, как туфейст удается этого добиться, но она пахнет реально персиком, как шоколадка пахнет шоколадкой. Даже, пожалуй, мне кажется, что персиковая палетка пахнет персиком больше, чем шоколадка шоколадкой. Ну, прям этот запах очень так бьет в нос, когда достаешь эту палетку. Все-таки пройдусь я тоником, потому что, ну, блин, меня реально напрягает. Сейчас не утро. Утром с таким лицом не стою. Сейчас уже день. И, ну, скопилось, видимо, что-то. Но не хочу макияж на такое лицо наносить. Поэтому пройдусь тоником, очищу все с лица. И вот так мне будет легче. Берем следующую кисть какую-нибудь и берем какой-нибудь интересный оттенок. Ну, что-то типа вот такого потемнее уже буду брать, чтобы чуть-чуть затемнить. Сам уголочек. Хочу рассказать вам, наверное, промежутки между покраской. О том, что как раз недавно я выложила видео на канал. Я прыгнула с парашютом. И поскольку в самом видео нет моих личных впечатлений от этого, там такой ролик под музыку я сделала и безразговорный практически, безразговорное видео, то хочу вам рассказать, что много мне оставляли комментариев, что ты смелая, как ты решилась. И вообще для себя я знаю, что я очень давно мечтала прыгнуть с парашютом. Но почему-то все не осуществляло эту свою мечту. И я так рада, что это случилось. На самом деле меня такие эмоции в тот день переполняли. Потому что, блин, это вообще не страшно. Это такой кайф. Это такая гора эмоций. И не знаю, как сказали те, с кем я прыгала, что многие потом к ним возвращаются и уже учатся прыгать сами. Вообще достаточно с инструктажом сделать 8 прыжков. То есть ты 2 делаешь в тандеме, потом остальные ты как-то, видимо, делаешь сам под надзором. Я подробно не узнавала. И потом ты вообще можешь прыгать сам. То есть приезжать туда. Конечно, платить не такие сумасшедшие деньги. Мой прыжок стоил, с фото и видеосъемкой, стоил 13 тысяч рублей. И, может быть, если бы я приехала на этот аэродром самостоятельно и покупала там напрямую, может быть, это стоило дешевле. Я покупала через, так скажем, компанию, которая продает сертификаты на это. Потому что я не знала, как вообще попасть. И купила себе. Но каждому дается свой личный оператор. Каждому дается свой личный инструктор для прыжка в тандеме. Я, кстати, летела в самом первом. Так, сейчас прервусь, чтобы показать вам цвет, какой самый темный я нанесу. Вот этот, наверное, самый темный я нанесу. Прям самый уголок затемный. И инструктор личный тебе дается. Я приехала самая первая на аэродром ехать больше, чем 100 километров от Москвы. Это деревня, там, за деревней Пущино, Серпуховского района Московской области. И это, конечно, очень далеко. И ехали мы полтора, а то и два, может быть, часа. Но мы выехали рано утром. Практически не застали пробок. За исключением двух аварий, которые нам... Очень ужасные нам каде попались по дороге. И приехали мы... Еще не было девяти. А начинаю тренировать работать как раз таки в девять. И я была в очереди практически одной из первых. В чем возникла проблема, когда касса еще не открылась. И мы подошли к кассе. И на кассе нам женщина сказала, что... А сегодня небо закрыто. До часу дня. Что значит небо закрыто? Значит, никому не дают летать. И связано это чаще всего бывает с тем, что летает Путин. Медведев, не знаю, кто-то там еще. В общем, на Кубинке. И на аэропорт Кубинка. И аэродром. И никому нельзя летать. И до часу дня все это будет делать лица. И, конечно же, поскольку мы не рассчитывали, что мы так надолго задержимся. Но сразу мысли, может, мы поедем обратно. Но целых два часа дороги туда и обратно. И терять все это время. И потом приезжать еще раз. А вряд ли погода. Уже как бы лето. Август, да. Скоро может вообще погода испортиться. И, конечно же, решили, что будем ждать. И вот до половины двенадцатого мы гуляли там в окрестностях аэродрома. Там очень красиво. Нашли там... У кого-то стоит дом. То есть там люди живут. И какое-то поле, в котором сено скошено, стоги стоят. И так красиво вообще. Была солнечная погода. Офигенно красиво. То есть очень понравилось. Застали там разговоры девочек-парашютисток, которые вот как раз-таки, видимо, отучились какое-то время. И прыгают ради себя. И у них такой разговор забавный состоялся. Так, сейчас я нанесу вот этот цвет. Вот этот светленький. Я буду прямо на центр века наносить подвижного. Забавный разговор. Сколько денег они тратят на прыжки. И они обсуждали друг с другом. И каждая, независимо друг от друга, подсчитала, что на прыжки в месяц тратят примерно 60 тысяч рублей. Это... Я вот косметикой увлекаюсь. На косметику трачу. А они тратят на прыжки. Ну, конечно, это затягивает, как я понимаю, небо, да. То есть эти ощущения, они просто непередаваемые. И их, пожалуй, ни с чем невозможно сравнить. Это ни в какое сравнение не идет. Ни с какими там... Ну, конечно, можно сравнить тоже с полетом на параплане и так далее, да. То есть тут такой момент, что там тоже есть ощущение полета и парения и всего такого. Но с какими-то вещами, не знаю, типа я пыталась сравнить для себя с всякими экстремальными каруселями, американскими горками. Нет, ни в какое сравнение эти ощущения пойти не могут. Ну, вот так примерно глаза. И карандашик от Physicians Formula. Чтобы немножко подчеркнуть здесь еще. Ждали, ждали, ждали. В итоге примерно в районе полдвенадцатого ко мне подошел мой инструктор. И сказал, что я могу одеваться. То есть там тебе бесплатно дают вот эти костюмы, в которых прыгать. Они очень теплые. У него жарко даже. Очки даются. У меня были распущены волосы. Мне также там дама помогла найти резинку. Потому что это было бы черти, что с распущенными волосами. И обувь. Если вы решите поехать прыгать, то обувь вам нужно иметь а-ля кроссовки. Потому что моя обувь, она не подходила. Она была такая, что может упасть. Чтобы вот ее не потерять, мне также подобрали еще такие, чьи-то старые поношенные кроссовки. И вы видели наверняка на видео, кто смотрел. Потому что там такие кроссовки, которые уже давно, которые давно должны были быть на помойке, на свалке. Старые-старые. Инструктаж проводился. Инструктаж такой лайтовый. Вообще практически очень-очень легкий. Но вы все это в видео тоже видели. Просто рассказывает, в какой момент можно отпускать руки. В какой момент их собирать, так скажем, в кучу и держаться. И, конечно, непосредственно все это снимается на камеру. На глаза наношу тушь от Dior. Тоже новенькая. Это Pump Volume. Ну, как новенькая. Я ее уже, наверное, с месяц пользуюсь. С каждым разом она вроде становится лучше. Потому что в первые моменты ее очень много на продукты. Даже сейчас много продукта на кисточку выходило. Инструктаж, съемка. Все это дело проходит аккуратненько. И вот примерно я летела во второй группе. И примерно в час дня там все это дело по фамилиям. Объявляют, что мы можем идти на посадку. В самолете очень жарко, пока он не поднимется на высоту. Мы прыгаем... Прыгали. Мы прыгали с 8000 метров. Прямо в кабине. Уже не в кабине, а в... Там, наверное, человек 7 с инструкторами. Такая группа. И к каждому еще представлен видеооператор. Уже находясь в самолете, тебе повторяют инструктаж. Тебя пристегивают к твоему инструктору из тандема. Тебя много снимает товарищ, которого на шлеме закреплена видеокамера. И, конечно же, очень так интересно у них устройство сделано. Они ртом, то есть зубами в полете нажимают, чтобы руки у них были свободны. У них специально такая штучка. И они сжимают зубами и нажимают, и фотографируют тебя. Ну, и съемку делают. Очень это все интересно. Очень профессионально. То есть вы видели, как он там то приближался к нам, то отлетал от нас. Мой инструктор уже очень опытный. Я бы сказала, такой дядечка в возрасте. Он сказал, что он уже военный пенсионер. То есть ему, не знаю, ну 50-то, наверное, точно. А может и нет. Но я не думаю, что больше. В общем, он совершил 15 тысяч прыжков. Больше 15 тысяч раз он прыгнул. Это я просто в шоке была. Для него это работа ежедневная. Он в день прыгает по много раз с такими людьми, как я. Так же, как и для товарища, который снимает на видеокамеру. Прыгали мы с высоты 4000 метров. Итак, про тушь я вам сейчас скажу. Я ее, наверное, все-таки не повторю. Хотя она, безусловно, дает хороший объем и дает такой сразу вау-эффект. Но как-то мне с ней немножко сложнее приходится возиться, чем с другими моими любимыми тушами. Теперь брови, карандашик от Dior, Dior Show. Ну, вы увидите, что его тут просто мизерное количество за 1500 рублей, которые он стоит. Надо быть очень богатым. Я решила, что я вот смогу себе один раз позволить, чтобы его купить. Но на самом деле, не думаю, что стоит это делать постоянно на регулярной основе. Таким же образом, карандаш от Catrice, он ничуть не хуже. Прыгнули мы и мне сказали, что первые секунды, 5 секунд полета глаза ни в коем случае закрывать нельзя. Нужно смотреть вниз и нужно получать тот сумасшедший адреналин, сумасшедшие эмоции, которые идут с прыжком. И это было так, на самом деле, друзья. Мне не было страшно вообще ни грамма. Я ощущала себя в абсолютной безопасности с инструктором. Настолько профессиональным и настолько он создал у меня настроение своими шутками, прибаутками перед прыжком. Он создал прям настроение того, что мне не было страшно, мне не было как-то вообще ни грамма беспокойства, что со мной что-то случится или что-то пойдет не так. Я настолько ему доверилась, и это, наверное, главное для инструктора, с которым ты прыгаешь. Вот мне попался хороший инструктор и оператор, они оба меня ободрили. Ну, еще, конечно, было очень важно, что я сама этого хотела, давно стремилась, и поэтому у меня было желание. Потому что я видела потом на съемку, когда просматриваешь свою съемку, я видела там девушка просматривала свою съемку, и у нее, конечно, очень она стремалась. Это было видно, когда она прыгала, и она прям, как это сказать, закрытыми глазами летела. А, вот в таком состоянии, и не знаю, то ли она сама захотела прыгнуть, то ли нет, боялась она высоты или нет. Ну, в общем и целом, не всем так не страшно, как было мне. Этот карандаш нравится тем, что ему не нужен никакой колпачок. У него здесь такая замечательная щеточка, тоже имеется, которой можно причесать брови. В принципе, он очень даже хорош, но мне жалко на него денег. Полторы тысячи воровская цена, но я понимаю, что это Dior. Летишь-летишь, в какой-то момент открывают кольцо, тебя подбрасывают наверх, и ты уже начинаешь плавно спускаться. И это... Да, я сказала, что летишь сначала на скорости 180 км в час. Поэтому одеваются очки, которые потом можно снять, когда уже парашют открылся. Потому что кожа, она... Лицо деформируется до такой степени, и все вот это ты просто становишься таким... Ну, это видно на видео. А потом все лайтово очень. Ты спускаешься, паришь, он тебе парашютом вот туда-сюда, как бы... И плавно, мягко приземляешься. Вообще, мягчайшая посадка. Я даже не ожидала, что будет так. У меня тут гель от MAC. Он уже успел загрязниться, как вы видите. Я его купила, ну, достаточно давно, может, больше месяца уже. Он уже неплохо фиксирует, не скажут, что так убойно, как хвалили многие другие девочки, что он фиксирует вот на 100% и брови не двигаются. Я выбрала именно в ожидании этого, но нет, он этого не делает. А так, в принципе, прозрачный, нормальный, обычный гель. Но вот итог моей брови вы видите. Теперь возьмемся за лицо. И на лицо я буду наносить базу от Sensai. Тоже новинка, но как-то пока она у меня плохо и слабо идет, она неплохо так увлажняет лицо, но конфликтует с некоторыми базами, тональными основами. Непонятно почему. Эффект на нее пока не ясен. Я ее очень хотела взять, но хотя он ясен. Ты блестишь, как жирный блин. В крайней мере, на камере. Сейчас это все пройдет с помощью тональной основы. Видите, какой блеск появился? Моему жирному лицу это... Ну, в жизни это не так выглядит. На камеру это выглядит ужасно. И тон у меня новый. Это Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Очень давно хотела, думала, мечтала и желала попробовать тон от Armani, поскольку все говорили, что это просто идеальные тона. И как он сейчас будет выглядеть на моем лице, вы увидите. Я, кстати, в Instagram Stories вам тоже выкладывала. Наносить буду спонжиком от Real Techniques. И спонжик этот, по крайней мере, этот тон пожирает больше, чем кисть. Ну, не страшно, потому что иногда же надо пользоваться спонжем. Вообще, я не люблю. Я вам рассказывала, что я не люблю пользоваться спонжем, потому что его морока целая. История потом. Отмывать. И так далее. Продолжим про прыжок. Настолько я впечатлена этой историей, что я, конечно, жалею, что я не сделала этого раньше. Я рада, что я сделала это сейчас. Все-таки сделала, а не продолжила жить, не прыгнув. С парашютом. Потому что я считаю, что это должен попробовать в своей жизни каждый. Если вы вдруг до паники боитесь высоты, то, конечно, нет. Вам, наверное, это противопоказано, чтобы вам сердечный приступ не стукнул во время прыжка. Или если у вас там проблемы со здоровьем, да. Но всем остальным я просто настоятельно рекомендую. Видите, она не матовая. Этот тон, он такой... Шелковый такой блеск дает. И я теперь еще хочу нанести вот такой хайлайтер от Estee Lauder, который я очень люблю вот так вот наносить сюда. И сейчас я его растушую тоже спонжем. Он придаст такой блеск скулам именно, сияния. Я советую всем прыгнуть. Я вообще... Конечно, я экстремал. Но... Это... Эмоции. И ты чувствуешь себя, не знаю, совсем по-другому. Консилер у меня тоже был от Estee Lauder, поскольку у меня нет... Никакого нового консилера. Старый бы допользовать уже, честно говоря. Консилеры мне точно покупать нельзя. Потому что... Чтоб не попортилось ничего, да. И тоже буду этим же спонжем. Вот, кстати, консилер... Мне очень нравится наносить спонжем. Почему? Потому что... У него как-то не теряется... Его цвет. То есть он остается светленьким. Когда ты кистью затушевываешь, то цвет сливается с тоном. А когда ты спонжем делаешь, вот он реально высветляет вот эту область под глазами. Это очень классный эффект. Не знаю, заметно вам это или нет. И теперь, прежде чем все это дело начинать сверху всякими средствами интересными замазывать, я буду пудру от Laura Mercier наносить себе на лицо. И буду я это делать, припудривать кистью от La Mer. Вау! Просто... Просто вау! Конечно, это... Совсем, наверное, необязательная покупка. Но, с другой стороны, я подумала, вот взять кисть для пудры хорошую. Она хорошая, стоит реально дорого. Итак, стоит ли она того с кистью La Mer? Почему нет? Кисть от Natalya Schick стоит чуть-чуть подешевле. Но, мне кажется, вот я щупала вот это вот гораздо круче. Хорошая кисть для пудры, вот это уже одна на всю жизнь и так далее у меня. Следующее, что это будет Smashbox. Хочу немного его реабилитировать, потому что я всегда ругала этот продукт и говорила, что мне не очень. То ли я кисти поменяла, то ли что. Я научилась пользоваться этим продуктом и мне стало даже нравится совмещать оба продукта. То есть, пошире, помасштабнее я наношу бронзер и узкую часть лица я именно контурингом подчеркиваю. Видите, большой такой кистью я делаю бронзер. И вот с бронзером как-то вот особенно вот этой кистью от Эко Туз вообще не перебарщиваю. Другими кистями, когда я им пользовалась, у меня что-то как-то пятнил или что-то еще. Здесь все получается очень естественно и красиво. И любимая 10К от Натали Шик. Здесь уже нужно быть поаккуратнее. Под самую скуму делаю эффект затемнения. и вот здесь я убираю вот эту область у себя. Тоже делаю темной, чтобы не такой широкий был подбородок. Видите, как лифтинг эффект. Теперь румяна и это Диор. Не буду вам отсвечивать. Ужасно отсвечиваю. Вот такие крутые розовые румяшки, которые я теперь люблю-люблю. Это румяна, которые в единственном цвете представлены у Диор. И как вот консультанты говорят, что они на каждом раскрываются по-разному. Они, так скажем, подчеркивают вашу природную красоту. Я очень давно хотела эти румяна. И там была акция в Эльдеботе 30% скидка на Диор. Я решила, что настал час, когда я должна купить эти румяна. Я возьму вот такую кисть, потому что большой от Ламе неудобно это делать. И опять беру пудрочку свою и делаю такой ход тканю. Как это назвать? Делаю но это бейкинг не назову. Это высветление вот этой части больше под скулой для того, чтобы подчеркнуть их еще сильнее. Так, друзья, что у нас осталось? Я вспомнила, что я очень хотела показать вам вот этот Мондаст от Urban Decay как говорят некоторые. И я хочу его куда-нибудь здесь присобачить себе на не знаю взять кисточку вот такую и на центр века какой-нибудь блик сделать. Прикол в чем? Я офигенно балдею от этого цвета. Он классный. Он и на сводчах классный. Но вот кто-то делал стрелку с ним. Вот стрелку мне не получается, потому что стрелка получается очень светлая и на моих веках нет. Мне нужны темные стрелки, если уж я делаю либо коричневые либо черные. вот здесь будет у меня такой блеск красивый на центре века. Что осталось? Осталось рассказать про Амундаст безумно дорого стоит. Как попробовать для меня, конечно, не могла не попробовать. Я очень хотела давно его попробовать. Но, конечно же, не для тех, кто ограничен бюджете как-то мне кажется завышена очень цена у них на этот продукт. Лицо готово. Чуть-чуть еще, чтобы перебора не было, я чуть-чуть еще сверху как раз по румянам пройдусь. Все. И остались губы. Для губ я тоже припасла классную помаду, офигенно классную по своему цвету помаду, но не по своим качествам. Сейчас про нее отзовусь вам, скажу, что Georgia Armani 502 оттенок, кстати, Mundust был в оттенке Saltis, если вы хотите его. 502 оттенок это помада, которая не матовая, скорее, так, а кремовая и которая не стойкая. Оттенок просто балдею с него. Я сначала нанесу карандаш. А теперь буду наносить помаду. Карандаш только по контуру, потому что, к сожалению, к сожалению, по контуру эта помада плывет. Обалденный цвет, я просто в него влюблена. И на камеру он даже выглядит чуть-чуть более сочным и насыщенным. А в жизни у него такая, не знаю, такой ягодный какой-то еще малиновый оттеночек. Ни на что не похожая текстура. Схожа с Burberry, такая муссовая. Офигенно гласная. Но плывет собака по контуру и все. И если я иду есть, я не могу на нее надеяться. Если она вот тут в уголках у меня после еды, к сожалению, расплывается. Ну и вот такой макияж у нас с вами получился. Я надеюсь, что вам он понравился. Я надеюсь, что вам интересно было посмотреть на все те новиночки. Может, что-то даже захотели себе уже прикупить и написали в свой виш-лист. Если вам видео понравилось, показалось полезным, ставьте обязательно пальчики вверх. Напишите мне, как вам такой формат. Он несколько длинноват. Крашусь и болтаю, но можно как со своей подружкой просто поболтать и поделиться какими-то своими впечатлениями не только о жизни, о продуктах, которыми пользуешься. Ну, в принципе, вот как-то так. Пишите, если вам нравится, то можно, конечно же, продолжать в таком духе дальше снимать видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, заходите в гости как можно чаще. И всем пока-пока, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok